всем здравия вас приветствует путь земного развития сегодня заключительное видео на тему земля квантовый переход возьму это все в кавычки и подъем измерений многом интересного с вами узнали и сегодня такие вопросы заключительно задавала единственно что скажу что опять же кто недавно смотрит всю информацию получаю с тонкого плана посредством очень скропотливой детализированной работы если кто-то с чем-то не согласен это не знаешь что так этого не существует поэтому можете писать свои мысли насчет этого но спорить не имеет смысла потому что каждого свое развитие у каждого свой долг даже есть люди которые более развиты чем я но у них нету доступа к такой информации и так стоит ли выделять эти энергии перехода энергетический переход которым три части я рассказывал выделять их не стоит с точки зрения развития потому что они постоянно практически происходят то есть коридора вот эти 20-25 лет это ни о чем для вселенной для времени то есть можно сказать что они нас сопровождают постоянно и разница мощность этих переходов коридоров зависит от того насколько масса людей осознанно и выполняет свое предназначение стремится поднять свои вибрации своей мерности измерения такие бывают и перехода более короткие затянувшиеся мощнее слабее люди которые быстро развиваются они вообще находятся вне этих переходов то есть человек знает свою судьбу свое сознание он с время над собой работает он идет только вперед он осознан тяжело ему хочется да мне может тоже хочется в горы часто ездить там семьей время проводить много хочется спортзал ходить то медитирует с утра до ночи но есть вещи которые я должен выполнять в рамках своего развития еще помимо этого поэтому хочется выполнить свою программу как некий такой уже интерес возникает что будет следующем измерении как и себе будут чувствовать какие ощущения потому что человек за одну жизнь может поднять от 5 до 8 измерений на зависит от его развития то есть не как многие читали но одно измерение два нет то есть это серьезно то есть ограничение есть но вот эти 58 измерений это все равно прилично большинство из нас приходя в эту жизнь теряет эти измерения можно потерять несколько измерений за эту жизнь а потом опомниться и опять восстановиться набрать это как знаете как некая компьютерная игра здоровая конкуренция и каждый раз когда вы повышаете свои измерения у вас очень много достоинств различных появляется появляется бонусы как вы себя чувствуете в пространстве как вы относитесь к проблемам как вы относитесь к потерям на к сложностям совершенно другое отношение то есть жизнь становится гораздо с одной стороны гораздо легче с другой стороны надо сложнее потому что уровень то растет поэтому люди которые осознанные они вне этих переходов коридоров находятся двигаются вперед но эти перехода они как раз таки способствуют тому можно назвать это как некий волшебный пендель для людей для массы людей которые в застое часто находятся ну допустим взять какой-то канал до когда там просто вот такую чушь просто люди рассказывают да да может это интересно людям молодым смотреть глупости вот эти которые кто-то что-то рассказывает и когда-то будем серьезные вещи рассказывать что это чем какую-то хрень несет а это ключ ко всему то есть многие не дозревают до этого не готовы к этой информации то есть это уникальная информация поэтому когда человек и и обладает очень легко управлять своей жизнью и понимать куда нужно двигаться сейчас ко мне на канал приходит еще много новых подписчиков канал получил второе дыхание и очень много людей много вопросов задают я понимаю что люди никогда не смотрели такие вещи кого есть желание развиваться есть желание поменять сюжета правильно это хорошо уходит очень много времени чтобы людям на консультациях при консультациях объяснить что и что и куда надо двигаться вот эти все энергетические переходы они сопровождаются тем что количество людей определенных до которые скажем так уже развивается стремится они адаптируются к новым условиям сложности вот эти которые возникают из климатом связанные с различными заболеваниями которые появляются тут 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 там одно другое мы мощнее и будущем будут появляться плюс финансовые различные кризисы повышение цен это тоже элементы вот этого развития это все запланировано светлыми программой что мы через это должны пройти нашей цивилизации если человек это не знает человек будет биться об стену человек будет все валить на государство человек будет расстраиваться а если человек обладает этими знаниями к этому будет ровно он будет знать что каждый 20-25 лет есть некие проблемы умные люди могут даже к этим моментом подготовиться и финансово и морально и духовно я также спрашивал что есть скажем так люди которые очень очень развитые и касается эти коридоры ли они просто по своему индивидуальному развитию нет они тоже касаются этих людей касается всех из сверх развитых и просто развитых и не очень развитых вот эти переходы проходят все только каждый к ним относится по совершенно по-разному кто-то с ума сходят жизнь самоубийством заканчивает кто-то там просто теряет все опускает руки его еще сильнее пускают могу вообще с планету убрать как за ненужностью а есть люди которые переносят их довольно таки легко с пониманием вообще такой информации практически нет нигде вот поэтому я с вами делюсь более подробно и будущем может быть еще более глубоко залезем в эту тему и вот эти осложнения как я говорил они приходят на нашу планету каждые 20-25 лет и мы каждый раз когда проходим эти сложности эти сложности бывают разные каждый раз мы становимся сильнее набираемся опыта проходим их осознаем многие вещи начинаем заниматься поиском себя помогаем другим происходит переоценка ценности это очень классно то есть даже сейчас я спрашивал вот в такой ситуации когда там цены растут там воины финансовые сложности и так далее то есть люди начинают шевелиться люди начинают развиваться люди начинают себя искать задавать вопросы а почему так случилось моей семье там почему у меня проблемы в семье почему проблемы с финансами со здоровьем раз вот ответы на вот все эти вопросы за эти вот видео я рассказал и все зависит конечно же от нас от нашего развития понимания нашей любви к этой планете чем больше мы даем любви я уже объяснял что такое любовь в отношении по не просто там сидеть там и мысленно пускать какие-то свои мысли позитивно хотя это тоже играет значение но в небольшом ком-то проценте то есть нужно своими поступками своими действиями относиться хорошо планете не загрязнять ее не делать ей плохо и таким образом планета отвечает позитивной энергией стабильным климатом возможностями и так далее это очень интересно поэтому знание своих программ предназначений судьбы очень важно сейчас очень много людей которые были богатыми стали бедными много людей которые ну скажем так не очень много зарабатывали стали много зарабатывать и вот это вот развитие ситуации тоже очень важно очень тоже много и долго спрашивал про эти все события это может быть как и наказание когда появляются деньги также как испытания и наши создатели наши родственные высокоразвитые души смотрят как мы поведем в той или ситуации помимо сложности которые происходят вокруг нас человек часто проходит еще испытания финансами будет ли он потребителем будет он там 25 телефонов 25 машин квартир дач покупать да и так далее то есть как он отреагирует будет ли какие-то соблазны не все это проходят то есть нет понимания то есть если человек никогда не развивался никогда не думал об этом ну 90 процентов точно не проходят все эти моменты потому что когда много денег появляется человек просто ну пытается шиковать кайфовать когда то есть пробует все рестораны дорогие крутые машины там путешествия недвижимость купает везде нужно и не нужно и так далее про запас нету знаний нет понимая потом у него все это отбираю я вот тоже сейчас наблюдал очень много людей богатых которые стали гораздо беднее во много раз и наблюдая людей которые просто из небытия поднялись просто до самых низов то есть видно как много что меняется поэтому не ищите здесь какой-то справедливости там кто прав кто виноват почему так получилось какая-то зависть что у соседа теперь все есть а у вас ничего нет это в наше развитие может все поменяться очень резко тоже как со странами одни страны были богатыми бы жили про капитализме а потом раз и социализм вылез вперед и так далее в любом случае всегда приоритет для людей которые постоянно развиваются развитие заключается не только в духовном развитии развития в семье как вы относитесь своей семье сколько вы уделяете время как вы общаетесь своими детьми то многие нарожают детей избагривает там родителям бабушкам дедушкам в детские садики на продлёнку лишь бы детей вообще не видеть а это неправильно нужно прилагать свою энергию обучать их развивать и так далее потом потом оставить дети с детскими травмами с проблемами зашуганные когда в 30-40 лет начинают какие-то вещи познавать которые должны были родители еще раньше объяснить это очень важно надо знать свою программу куда делать на акцент на какие направления жизни обращать больше внимания потому что у одного там нет детей в параме другого 1 3 4 а этот человек там пытается там с утра до ночи медитируете у него семейная программа там почти на всю жизнь что он должен проработать и люди шокируются не понимает почему так мне же все рассказывали что вот я там должен быть пранаедом медитировать сидеть там с утра до ночи а у него вообще этого нет то есть это просто сам человек вбил в голову как бы общался в какой-то среде находился ему так вот кажется и большинство людей реально кажется вот я хочу вторую половину срочно найти без нее жить не могу чтобы найти вторую половину начать развиваться убрать свои ошибки своей жизни выйти на свое предназначение судьбу сознание и начать менять себя и через какое-то время вам дадут уже вашу вторую половину лишь бы кого-то найти как многим до физиология есть физиология можно общаться никто не говорит но для постоянного за как бы в семьи создание 7 до надо время изначально даже бывать что долго надо ждать поэтому развитие она многогранная многовеканно очень интересная и многие когда начинают на консультации что-то спрашивать я не могу однозначно ответить чем больше я знаю тем больше я понимаю что все очень индивидуально все многогранно можно взять 10 человек 10 человек сделают одинаковые ошибки 1 удаляться планета другого накажут жестко 3 в средней степени накажет 4 в легкой степени накажет потому что они имеют разный уровень развития и разный уровень скажем так выполнения в прошлом своих программ сознания предназначение это очень важное понимание поэтому все очень 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 индивидуально если можно говорить о каких-то общих моментах они все равно бывают очень условные всегда есть много всяких исключений потом я стал спрашивать когда же этот энергетический период закончится условно да можно сказать что самым основном году тысяча двадцатом году закончится но шлейф его может чуть чуть еще затянуться может даже двадцать седьмом году появится появится некоторые могут даже заболевания новые появится будут смотреть насколько люди проходят этот коридор эти коридоры переходы энергетические они были постоянно на нашей земле раньше просто на них мало кто обращал внимание и некоторые там писали давно еще что вот роман там многие говорят про коридор вы тоже про переход это квантовый в кавычках возьмем якобы это не квантовый переход я уже говорил в первой части это ошибка у квантового перехода совершенно другие понимания физика другая поэтому нельзя говорить что это квантовый переход кто решили квантовый переход значит нет информации люди просто не разбираются в этих вещах это элементарные вещи как бы основа снов то есть люди не могут с тонкого плана достать информацию даже простейшие друг у друга переписывать статьи просто и все для красоты поэтому вот эти энергопереходы они всегда существовали они влияют и на животных и на физические физические тела наши они постоянно проходят в той или иной степени и выделять можем даже их нет смысла как таковые потому что они могут растянуться на несколько лет у них есть обязательно начало и обязательно конец четки вот надо это понимать но какое-то время шлейф еще может от них тянутся все это проходит и каждый приходит к тому почему он стремится понимание знания о чем я все время рассказываю то есть если человек не знает вот когда разговариваешь с такими людьми ну то есть это как знаете как будто с ребенком с детского сада маленьким разговариваешь да еще то есть человек еще не набрался опыта у него сознание не окрепшие то есть он еще не понимает где он находится там то есть он только живет как-то вот такими маленькими понятиями то есть нет понимания слишком погружен физику то есть человек не всегда должен физику на сто процентов быть погружен потому что человек это не физика то есть это не духовный мир душа которая постоянно хочет найти с вами связь а в эту связь не ищите не пытаетесь почувствовать связь со своим родом связь со своим предназначением сознанием и сверх сознания благодарю вас за внимание много можно еще рассказывать обязательно еще будем говорить про эти темы которые редко каким поднимаются может вообще никем еще не поднимаются вот желаю вам развития пишите обязательно свои мысли подписывайтесь на мой канал если есть интересные какие-то темы будем поднимать и всегда жду на своей консультации всем помогут по возможности детализировано все объясню расскажу как бы в разных форматах и желаю вам что вы быстро развивались приходило понимание и увидимся в новых видео до свидания